Когда появляется свободное время, Уримай Амиралиева помогает детям. Семья торгует на рынке, продавая домашние халаты по оптовой и розничной цене. Халаты из Ташкента по 4,5 тысяч тенге, из Турции от 6,5 до 8 тысяч. Цены на доллар то поднимаются, то снижаются. А ведь ташкентские и киргизские товары мы покупаем за доллары. Вот только алматинские нам отпускают в тенге. Поэтому цены и поднялись. Что продадим, радуемся. Добавляем 200-300 тенге. У людей тоже денег нет. Семья Байназаровых постоянно покупает детям одежду на базаре. Это и дешевле, чем в магазинах, и поторговаться можно. По словам главы семейства, если кошелёк позволяет, то на базаре можно найти всё, что душе угодно. Цена доллара нестабильная, поэтому и цены скачут. Если учесть, что доллар возрос в два раза по сравнению с прошлым годом, а стоимость вещей хоть и увеличилась, но не настолько. Но и это дорого для нас. Сейчас трудные времена. Но ведь цены регулирует сам рынок. Фарида Бердьярова продаёт женские вещи. Продавец со стажем уверена, что всю продукцию продаст к праздникам на Урыс. Торговля у меня идёт неплохо. Люди покупают, одеваться надо. Несмотря на то, что доллар подскочил, я закупаю вещи у оптовиков. Прибыль небольшая, но на семью хватает. На базаре ряды с детской одеждой радуют глаза. Чего только здесь нет. От ползунков с распашонками до верхней одежды. Товары привозят и из соседнего Ташкента, и из Киргизии. По словам продавцов, спрос на ташкентскую продукцию высокий, так как покупатели уверены, ткань, стопроцентный хлопок и цена приемлемая. Множество продавцов торгуют обувью. Ряды полны киргизской и китайской продукции. Только вот отечественной по пальцам пересчитать. Но это уже вопрос не к нам, уверяют продавцы, а к предпринимателям и местной власти. Шинара Уразова, Николай Иванов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрар».